Сезон навигации в этом году насыщенный. После двухлетнего затишия, вызванного пандемией, в Ульяновской области ожидается волна туристов. Обновляются и прогулочные маршруты, ожидаются и тысячи иногородних путешественников. Речной порт готов к приему гостей. С начала мая в Ульяновск прибывают круизные лайнеры. За это время приняли к причалу Ульяновского речного порта три туристических судна. Теплоход Павел Бажов причалил на днях. Пассажиры сошли на берег и отправились на экскурсии. Как утверждает директор круиза Данил Смирнов, водные путешествия популярны во все времена. Есть маршруты, проверенные временем, и молодые. Да, с советских времен большое количество маршрутов есть. Есть и новые уникальные программы, комбинированные, когда теплоход идет не только по реке, а еще и совершает какой-то, турист совершает какие-то автобусные маршруты, варианты. Направления круиза разные. Это круизы традиционные до Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону в южном направлении. На северо-запад нашей страны Санкт-Петербург, Карелия, Кижи-Петрозаводск, конечно, уральские круизы по Каме. Также в нашем порту есть и прогулочные суда. Это Московский 1, Московский 20 и герой Юрий М. В этом году теплоходы помимо прогулочных рейсов по Волге вновь будут ходить в Красный Яр. Уютное местечко уже обустраивают. Это будет три рейса в день минимум, утром, в обед и вечером. Вот стоянку мы сейчас оборудуем, делаем новый причал, увеличиваем количество посадочных мест в летних беседках, ну и плюс готовим зону для отдыха, то есть песочек чистим. Туристы иногородние, прибывая в Ульяновск, отправляются по брендовым местам города. Главное, чтобы впечатления от прогулки остались яркими. Об этом позаботились наши музейные работники. Например, есть множество программ от музея-заповедника «Родина Ленина». Это и пешие обзорные экскурсии по историческому центру и экспозиции, как бесплатные, так и коммерческие. Как правило, люди, которые покупают путевку, они уже знают, что они будут смотреть в том или другом городе. То есть программа согласовывается с круизной компанией и в настоящее время мы предлагаем более 15 маршрутов туристических только в нашем городе, которые зависят от времени стоянки. По словам Ирины Котовой, больше всего туристам импонируют программы очарования Старого Симбирска и город Семи Ветров. В эти два комплекта входят три любые экспозиции заповедника. Часто люди хотят прогуляться и по музею гражданской авиации. А маршрут под названием «Честная купеческая» создан для погружения в историю симбирской торговли. По пути можно освоить ремесла. Прийти в музей «Мелочная лавка» и поговорить о ремеслах, которые у нас существовали, и заняться, например, лепкой, что очень интересно для детей. Потому что в группах, которые к нам приезжают, очень большая составляющая детская. В этом году научные сотрудники музея разработали новый маршрут. Этим летом экскурсоводы проведут делегации по улице Льва Толстого.